Здравствуйте, добрый вечер. Добрый день. Да, вы человек, который занимается много, я на всякий случай для зрителей объясню, те, у кого с ютубом не лады, что вы много занимаетесь тем, что общаетесь с военнопленными, с российскими военнопленными, которые попали в украинский плен, и в последние дни очень много говорят на тему того, как прошел один из недавних обменов. Сразу к вопросу перейду. Обменяли российских пленных на непонятно кого, и эта информация секретится. Вы как человек, который с пленными общается, есть ли у вас понимание, на кого сейчас в современных условиях Россия могла выменять пленных, и как этот процесс идет, и почему они секретят, кто возвращается из украинского плена в Россию? То есть не российская сторона поменяла непонятно на кого, а мы непонятно на кого поменяли своих пленных, потому что наших пленных мы показали сразу же, наших пленных мы показали сразу же, в общем-то, как и всегда, а Россия своих пленных не показывает. Правильно я понял ваш вопрос? Совершенно верно, да, именно об этом. Значит, смотрите, какая история. Был прошлый обмен, когда 55 или 58 российских пленных, я уже не помню, плюс Медведчука поменяли на 215 украинцев. Помните, да, вы эту историю? Да-да, конечно, как забыть. Да, и тогда я, записывая это видео, мы сделали фотографию из нашего автобуса и выложили полностью видео там, где мы отдаем российских пленных. То есть я хотел показать по-хорошему, что мы их отдаем в хорошем состоянии, что вот они и так далее и тому подобное. Показали. Россияне сделали скриншотик из нашего украинского автобуса и погнали по всем своим пабликам репостить, что вот наши герои, мы встречаем наших героев. Хотя это был скриншот из украинского автобуса. Я, конечно, их патролил тогда и Соловьева, и Скобееву, и Симоньян, и, в общем, всех этих сумасшедших, которые этот скриншотик репостили. И задаю им вопрос. Слушайте, а что, своих фотографий у вас нет? У вас только наша? Понимаете? Да. А теперь возвращаюсь к вашему вопросу. Не будет больше наших фотографий. Давайте. Ждем от вас. Давайте. Покажите. То есть, по-вашему, Россия сейчас и не будет рассекречивать, и перспектив как-то нет. А почему это делается? Почему они секретят? Они боятся какой-то расправы со стороны украинцев или со стороны кого? Я реально не понимаю, зачем секретить эти слова. Смотрите, нам уже просто надоело играться с ними, вот эти вот кошки-мышки, да? Нам надоело быть хорошими, понимаете? Потому что они нашу доброту постоянно воспринимают за слабость, судя по всему. Поэтому пусть поступают как хотят. Но я вам скажу, что мне неоднократно писали еще до этих всех обменов с российской стороны, куда вы дели наших пленных. Вот есть видео, что этот наш пленный у вас в плену. Зачем вы его в этом плену убили? Ваши паблики российские разносят информацию о том, что мы убиваем пленных у себя в плену российских. В то время как мы уже задолбались просто объяснять, что они у нас являются обменным фондом, это их первая и последняя функция. Так вот, все ваши пленные, которых мы отдаем, зафиксированы на видео. Зафиксировано, что они готовы к обмену, и зафиксировано, что они идут на этот обмен. То есть в случае чего я не знаю, что ваша сторона делает с этими пленными, которых она возвращает. Я об этом понятия никакое не имею, и мне это безразлично абсолютно. Единственное, что я скажу, если завтра придет информация, что мы убили какого-то вашего пленного, если это не какие-то тролли мне в чат напишут, а если это начнут писать какие-то российские издания более-менее массовые, тогда в таком случае я покажу, что этого пленного мы отдавали на обмен. А вот что вы уже там с ним у себя сделали, это меня не касается. Потому что людоедский режим у вас в стране, а не у нас. И мы не собираемся делать никаких подачек этому людоедскому режиму в виде фотографий, которые они потом выставляют за свои, понимаете? Даже не умудряясь подписать, что это фотография, которую сделал Владимир Золкин, украинский блогер. Потому что они всячески пытаются игнорировать мой ресурс, как будто бы его не существует. Ну так не существует. Просто непонятно, зачем такое количество жалоб, которое пришло на мой ресурс. Если честно, за последних два дня такого раньше не было. Вот это видео, которое собрало почти 3 миллиона просмотров с новым мобилизированным. Они же до него наслали армию своих ботов и поставили ограничения по возрасту. Хотя видео было вторым в трендах стояло. Теперь его, чтобы посмотреть, нужно подтвердить свой возраст. Но я все равно рекомендую всем перейти и посмотреть. Потому что там для россиян очень много познавательного будет. Да, я его видел, оно действительно призанятно. И еще, Владимир, о чем я вас хотел спросить. Буквально накануне, готовясь к эфиру, читая в том числе и не самые приятные паблики, там наткнулся, что Пригожин очень хвастается тем, что вагнеровцы не сдаются в плен. Ему кажется, это доблестью ЧВК Вагнер. Как, по-вашему, если они действительно не сдаются в плен? Во-первых, действительно ли это так? А во-вторых, если это, допустим, так, что вагнеровцы в плен не сдаются, то почему? Слушайте, российские заключенные мечтают сдаться в украинский плен. Просто мечтают сдаться в украинский плен. Конечно, я не буду говорить никаких подробностей, тонкостей. Если Пригожин так говорит, если вы ему верите или если ему кто-нибудь верит, ну, верьте дальше. Но давайте следовать обыкновенной логике. Да, российский заключенный идет воевать в Украину просто потому, что ему в России сидеть еще лет 15. И ни на какую помиловку рассчитывать он не может. Понимаете? Ни на какое помилование, условно-досрочное освобожение он не может рассчитывать. 15 лет, он понимает, что 15 лет – это вся его жизнь. Вот это единственная его мотивация для похода в Украину. Соответственно, он мечтает сдаться в украинский плен, потому что у нас как минимум условия даже для отсидки лучше, во-первых. А во-вторых, после того, как это все закончится, он сможет выйти и стать свободным человеком. Вот это вся его мотивация. Попадая в наш плен, такие люди, они, конечно же, не хотят, чтобы их меняли, потому что получается круговорот вагнеровцев в природе. Знаете, их отправили на передовую. С передовой они попали в украинский плен. С украинского плена их обменяли, и они сразу же опять попали на передовую. Но это со слов того же Пригожина, там у него поразительная честность. Он объяснял, что выходом только один – в гробу или в гробу. Как-то так, я вот точно не помню. Кстати, вспомнил за… Вот вы еще спрашивали про пленных. Обмен был, когда шесть наших вернулось. Шесть наших вернулось тоже. И я ищу в открытых источниках, где же можно понять, а кто из россиян вернулся. И я нашел, был чеченец, киргиз его звали, этого чеченца. На фейсбук странице одного из чеченских боевиков он появляется. Я знаю, что он был у нас в плену. Он там появляется, что он вернулся. И на следующий же день правозащитная организация чеченская Вайфонд написала о том, что его убили. Я не знаю, убили ли вы или не убили, но я знаю, что до сих пор больше никаких следов этого человека нигде замечено не было. Последний вопрос хочется, Владимир, вам задать. Ну, вопросов много, но последний. Давайте такой выбору. По вашему мнению, как отличаются те люди, которые начали войну 24 февраля по психотипу от тех, кто был призван в сентябре, в октябре? Или по поведению, по темпераменту как-то они отличаются по мотивации, которая ведет их воевать? Мотивации, конечно же, нет, потому что и первые, и вторые, и третьи все рассказывали о том, что воевать они не хотели. Но можно кратко пройтись. Первая волна. Ехали на учения, вы все эти истории прекрасно слышали. Вторая волна – это всякие ипотечники, кредитники и так далее, которые сидели на крючке, по 20 лет за них Россия выплачивала за квартиру. У них по трое детей, и им пришлось, их отправили сюда, потому что в противном случае у них бы забрали эту квартиру и заставили бы выплатить эту ипотеку государству. Это была вторая волна. Третья волна – это уже пошли зэки, бомжи и все, кто угодно. И начали со всяких островов типа Итуруп, которые под Японией находятся, сюда, в общем, всех свозить. Это была третья волна. Четвертая волна – это вот уже, собственно говоря, частичная так называемая мобилизация, хотя никакая она, конечно, не частичная. Никто из них не хотел воевать из-за их же рассказов, но те хотя бы военными были первые две волны, а эти даже не военные. То есть у них вообще минимальная подготовка отсутствует. Кривые, косые, хромые, и это вы сами видите на видео мобилизации, если вы их смотрите. Видите, как они от инсульта кончаются прямо возле автобусов, и видите вообще, в каком они состоянии. То есть по мотивации, по психотипу я не вижу никаких отличий. Я вижу только отличия конкретно в подготовке. У тех она была хоть какая-то, у этих ее нет вообще. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и Путиным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!